Вот батюшкины кошки. Кошка, это пувливый кот, это кошечка. Ласковая такая, но моя хорошая кошечка. Да моя хорошая, замечательная кошка. О, пришел Стефан. Вот он и так. Первый молитвник. Сюда в храм приходят первые. Как о святых говорили. Не хватает еще, чтобы уходил последний. Вот так. Там, видать, наше озеро. Сейчас пока ничего не говори, я не слышу. А это бетономешалка. А там рамы, снегоходы хранятся. И там околочек. Назывался Новозоринский. Там было столько грачей. Все, сожгли рощу. Чуть-чуть осталось. По восемь, по десять грачиных гнезд. Чуть не на каждой березе было. Вот так. А вот здесь у нас что? Вон, батюшки. Это я привез. Мне дали на заводе кольца бетонные. Колодец. Ну, вот они остались еще. Сейчас еще колодец хотят сделать. Недавно я видел по интернету, как берут на анализ. Разные воды в бутылках продают. Разные-разные. Он в тележку положил и в лабораторию привез. Ни одной нет, чтобы без примесей яда. Самого настоящего яда. Натуральное это вот то в земле. Вот как у нас колодцы. Оттуда качает насос. Совершенно нормальная жизнь. И какие соли нужны. Все в этом есть. Вот. Показываю. Эти какие приборы на столбах. Все это новейшее заменили. Вот эти столбы теперь бетонные. Вот приехали люди эти. Учащиеся. Школы. Вот. Это идут Устиновы. Идут уже на богослужения. Сегодня суббота, 16 мая. Вот они как одеты. Вот посмотри как. Добрый день. Добрый день. Добрый. Какие красавицы. Ну. Посмотри. Вот а мама с папой идут. Пожалуйста. И священники, которые ропчат или что-то там на нас говорят. Ну только потому, что они купаются в мирском и в мирском живут. Ну глянется. Даже с издали. Интересно, когда. Ну говорят эти походливые, как жеребцы. Вот эти с востока там работают. Где на каждую женщину ржут. Писание говорит. Но когда видят наших, они замолкают. Глаза удивленные. Перестают работать. И смотрят. А откуда-то наши сестры тут появились. Наши. То есть мусульмане. Это, говорю, православные. Нет. Это мусульмане. То есть наша благочестивая форма, которая здесь есть, она показывает, что мы не противны тем, которых считают головорезами. Которые ничего не умеют делать, только головы резать. Это неправда. Они, как говорит Андрей Кураев, талантливые, религиозные. Мы проехали шесть мусульманских республик. Турцию. Три раза были в Чечне с благовестием. Как они принимают, как молятся. И где мы были, они преклоняют колени. И мы. У нас получалось вместе молиться. Ну, в отдалении немножко друг от друга. И мы были уже уверены, нас никто никогда не тронет. Тем более мусульмане. Молящегося человека они не трогают. Говорят, а вот они христиан не трогают. Вот это уже приехали, переодеваются. Вот. Это ипархиальная школа. Они приехали, выше колен, все это, грудь, голо. У нас приехали, я сразу все это высказал им. У нас это не положено, и в храм вы не войдете. А в ладых это приедет Сергий Иванников, алтайский. Его скоро митрополитом будет. Вот. А то Устинова еще идут. И с племянником Никита. И, наверное, Варлам идет. А? Как тебя звать-то? Варуша. 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 Вот представь, какие имена. Варлам. А второй Назарий. Назарий друг апостола Петра. Вот они как одеты. Все с поисками, даже маленькие. Посмотрите, как. Русская благочестивая форма. Это поселок Потеряев, Камановский район Алтайского края. И вот приезжают люди новые. Ну, вот нынче из мусульман пожелали 15 семей, 60 человек. Но не получилось, что-то у них не заладилось там. Хотели принять крещение у нас. А то идут вот знакомые баптисты. Ну, конечно. Анатолий Кузьмич Петеримов. А это наш врач приехала. Вот. Наталья Васильевна Шевченко. Муж знаменитый был. Ну, как называют они, в горы лазят. Ну, и на Аверес пошли. И вся группа погибла. Он там остался навечно. Поехали там. Плотников пошел и альпинисты. Ну, а зачем лезут туда? Высоко в горы лезут только святые или бесноватые. Вот видишь, как этот семинарист приехал. Какая прекрасная у них форма. Ему ничего не надо говорить. Ни одного замечания. Он одет и как положено. Вот это так и должно быть. И молодежь. Сейчас их там переодевают. Вот одна из них уже переоделась. Вот, пожалуйста, по нашей форме. И мы никого не преследовали. Они приехали к нам. Наш дресс-код. Ну, не нравится будет стоять на улице. Вот такой дом, куда они приходят. Их тут переодевают. Все. Ну, прямо. Люба, мило посмотреть. Картинка. Спасибо большое. Вас их сфотографируют. И потом мы в интернете выставим. Вы посмотришь. Посмотрите, как это будет выглядеть. Я не фотогеничная. Господь. Вот жду я сейчас. Они должны выйти скоро. Вот так. Пожалуйста. Сегодня приехали новые люди. Я еще не знаю, к кому и что. Отошел. Добрый день. Глухонемая. Видите, как она одета. Янчук Валентина. Мадьяк она. Глухонемая. Видите. У них все переписано. Пальцем показывает, как идет. Вот наши красавицы идут. Добрый день. Добрый день. И Верочка. Люба, мило посмотреть. Знаешь, какие они. Идут в храм. Вот. Владыку завтра встретим. Макси. Этого Сергия. Алтайский и Барнаульский епископ. Ну, он теперь будет митрополит. Уже никто не сомневается. Хороший епископ. Вот прислал целую эту школу. 14 человек. Молодежь. Воевать не надо. Уже третий раз он приехал. За короткое время, как его сюда поставили. У нас не было ни одной зацепки друг к другу. Никак. Просто хорошие, прекрасные отношения. Что-то еще было. Лучше хотелось улучшить. Ну, события торопить не надо. Господь усмотрит. Вот, может быть, беседа он придет. Так, Алла-Батюшкина. Дома я стою и жду, когда все соберутся. Сейчас вот они идут. Идут. Сейчас буду проверять. Как они одеты. Правильно, неправильно. Все, подпоясались. Видите, как. Одеты по полной программе. Что скажешь. Благочестивые русские обычаи. Я их сейчас остановлю. Скажу. Вот они, пробежали. Не заметил Надежда Васильевна. Так, ребята, остановитесь. У нас по уставу верхняя пуговка должна быть застегнута. Это масону научили открыто. Вот форма, пожалуйста. Вот стоит семинарис. Ему ни одного замечания нет. Строгая, красивая форма. Все, и вы. Ну, замечательно смотреть. Русские красавицы. Давайте. Заходите. Вот. Это Алевтина Пантелеевна. Пришла из баптистов. Православная. Старшая дочь теперь. Матушка за священником. Вот. Михаил Фас в Томске. Так, вот идут ребята. Так, остановитесь. У нас устав такой. Всегда застегнутый должен быть. Так, все хорошо. Растегнутый, это масону учат. Красивая форма. Видите, как вот одеты. Все, да? Все это обдумают. Все нормально, заходите. Не разговаривать, не выходить. Если вышел, то заходить уже нельзя. Вот это Лена Барабаш. Русская красавица. Как говорит, белозубая красавица. Вот еще одна. Как будто другие люди приехали. Совершенно. Какие были, какие есть. Вот понимаешь, нет. Просто русская красота. Открывается. Какая была форма. Еще посмотреть. Вот Володя Пащенко приехал. Там еще машина. Сокольский Володя. Вот Сергей Пупков. Вот он где приходит. Приветствуется. Вот видите как. А я стою здесь при входе ограды. Вот церковная ограда. Встречаю их. Как они будут. Вот еще одна выходит. Ну что там говорить. Посмотри. Это вот только приехали. Приехали, но никакие. Один день. А то они говорят, не надо. Да священники просто любят, чтобы голые ходили-то. Так все одеты. Я говорю, сколько красоты открывается. Вот они, какие книги. О-о-о. Пожалуйста. Вон там еще две красавицы. Это все епископ Сергий привез таких. Вперед его они приехали сегодня. Вот, пожалуйста. Что скажешь. Одна за одной выходит. Вот которые будут смотреть. Вы посмотрите, какую красоту священники угробили буквально. Кого попало и как попало. Гляньте. Посмотрите, какая-то русская форма. Побойник, платок. Вообще. Красота. Вы сами себя увидите и скажете, неужели я такая красивая. А еще одна вышла. Вот еще на меня идут вплотную две. Откуда Бог такую красоту прислал нам только. Вот посмотрите. Володя. А время? Все время? Ну все, заходим. Если за мной Володя пришел, чтобы я не пропустил, не опоздал. Коски отдыхали. Все одели платки. Все. И говорят, ничего нельзя. Ничего один раз только сказал. Одно слово. И все до одного сто процентов послушные.